Как вас зовут? Расскажите о себе. Меня зовут Владимир Дорохин. Я родился и прожил 23 года в России, в городе Самара. Я уже прожил в спальном 15-м микрорайоне больше 20 лет. Проучился в государственной школе номер 77, 11 лет. И закончил бакалавриат в Самарском университете на физическом факультете. Три года назад я принял вынужденное решение не возвращаться обратно в Россию. И я расскажу вам почему. Почему вы хотите это сделать именно сейчас? Когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, я принял решение выпустить многосерийный фильм о своей истории политического и журналистского активизма, потому что я видел всю трансформацию России до вторжения. Мною готовили сценарий, раскадровка, подбор локаций, интервью с очевидцами, монтаж, цветокоррекция и прочие моменты. Проект должен был закончиться через полтора-два месяца, Но 21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о мобилизации в России. И я решил рассказать все иначе. Вы с кем-нибудь делились происходящим до этого? Я молчал последние три года и общался всего с несколькими людьми из России, чтобы не погружать их в свою деятельность. Никто полностью не знал, чем я занимаюсь и что переживаю. И никто полностью не знал о моей позиции по происходящему в России. Я не затрагивал эти темы даже с родственниками. Подтвердились все мои прогнозы, включая массовую мобилизацию и следующий за этим ужас. Если кому-то из моих знакомых и близких будет не близка моя позиция, и они захотят от меня отвернуться или решат разорвать со мной связи, это не изменит мою позицию. Я готов ко всему. Дальше я поступаю от имени себя и только себя. Это моя краткая история, которую я прокручивал в своей голове абсолютно каждый день. Я сохранил свои заметки с деталями 2017-2019 годов, ибо чувствовал, что они могут мне пригодиться, и то, что я расскажу, это лишь маленькая часть давления, с которым я столкнулся. В целях безопасности я не могу рассказать всего, поэтому пока что ограничусь малым отрывком из своей жизни. Но я надеюсь, что даже он поможет вам лучше понять и меня, и как вообще мы вообще до всего этого дошли. Когда вы стали всем этим интересоваться, и почему? Когда мне было 8 лет, я ушел с головой в изучение английского. У меня появилась возможность узнать европейскую и западную культуры, а также приобщиться ко всему миру с помощью международного языка. Вместе с этим у меня никогда не было желания заменить русскую культуру Европой и Западом, но я осознавал, что изучение этих культур необходимо для понимания культуры своей. Когда в 13 лет дома появился компьютер, я ушел с головой в интернет. Он оказался моим знакомством с настоящим миром вместо стагнации на улицах 15 микрорайона в Самаре. Тогда я и начал интересоваться как общественными устройствами, так и возможностью изменить их к лучшему. Во многом это было из-за взросления в семье с низким уровнем благополучия и лицезрения низкого уровня жизни людей, которые меня окружали. А первые события типа марша миллионов 2012 года, болотного дела и их последствий для участвующих только усиливали мой интерес к мирным общественным изменениям в России. Я днями и ночами напролет читал работы Льва Толстого, Карла Маркса, Адама Смита, Шака Фреско и других именитых авторов. Днями и ночами напролет я читал обо всех системах, до которых добирался. В капитализме, в социализме, в фашизме, в анархии, в национализме, в технократии, в либертарианстве, в ресурсо-ориентированной экономике и многих других. Опять же, у меня никогда не было желания стремиться к России, копирующей Америку или Китай. Но я осознавал, что изучение этих общественных систем необходимо для понимания нынешней системы в России и способов, как изменить общественную жизнь к лучшему. Даже когда мне было 13 лет, что было 13 лет назад, Россия ощущалась другой страной. Для всех россиян, с которыми я когда-либо тогда общался, Украина воспринималась как братское государство, а украинцы — братским народом. Уроки в моей школе содержали в себе гораздо меньше государственной пропаганды. Еще можно было отправиться в США на год по обмену. Еще могли приезжать вожатые из Америки в лингвистические лагеря к детям. Это даже как-то необычно произносить, но новости по российскому телевидению освещались менее однобоко, а политические ток-шоу имели иную риторику. Хотя даже в те времена, если брать сейчас на вскидку, я не могу вспомнить ни одного случая или поступка от правительства России, которые я мог бы поддержать. Значит ли это, что каких-то положительных инициатив от них не было вообще? Нет, не значит. Такими крайностями вообще рассуждать было бы неразумно. Мир не делится на исключительно черное и исключительно белое. Но, если честно, то мое восприятие этого российского правительства настолько уже утонуло во всем ужасе, которое от них исходило и исходит на моих глазах, что к ним непредвзято относиться мне становится уже очень сложно. А по поводу 13 лет назад авторитаризм уже тогда ощущался в воздухе, как и наблюдение, что последовательно деградируют российские общественные институты и гражданское общество. Было что-то, что запомнилось вам тогда больше всего? Я помню особенно отчетливо отражение событий Евромайдана 2013 года на российскую обыденность и присоединение Крыма к России в 2014 году. Все начавшееся как по щелчку осуждения событий в Украине с каждого утюга, все как по щелчку пренебрежения и оскорблений украинцев, как нации, в жизни и в интернете. Вся как по щелчку опьяняющая эйфория от присоединения Крыма. Все это на моих глазах особенно сильно проявлялось у старшего советского поколения. Большинство же из моих ровесников и однокурсников, по большей части, выражало разве что пассивность и незаинтересованность в осмыслении происходящих изменений. Я каждый раз изо всех сил пытался обсуждать эти темы с сокурсниками на протяжении первых двух лет в университете. Участвовало же в дискуссиях всего несколько человек из нескольких десятков, что не помешало, причем многим из оставшихся в стороне, принять участие во флэшмобе в поддержку присоединения Крыма к России. Почему вы заключили «поддержку» в кавычке? Да потому что я помню все разговоры. Все мои однокурсники пошли туда просто в обмен на один выходной от занятий. Никто не ходил на эти мероприятия за идею. Может, вы просто не терпели другие точки зрения, и поэтому с вами мало кто обсуждал эти идеи? У меня никогда не было желания, чтобы все были должны соглашаться с моей точкой зрения. Я только приветствовал дискуссию и от людей с проправительственными точками зрения, потому что убежден, что плюрализм обоснованных мнений полезен. Однако обмен своих убеждений и ценностей на один выходной — это не плюрализм. Отсуждение Евромайдана как под копирку, пренебрежение и оскорбление украинцев как под копирку, опьяняющая эйфория от присоединения Крыма как под копирку — это не плюрализм. Все это было ужасающим общественным поворотом не туда, происходящим прямо перед моими глазами. Понятно. Что будет дальше? Двадцать лет я перевел свой студенческий статус в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций и уехал в город Санкт-Петербург. Я прожил там практически год. Я подружился с большим количеством интересных людей в медийной сфере, работал над своей музыкой и англо-русским подкастом, а также сознательно в одиночку посетил более 130 музеев и выставок по всему Петербургу и за его пределами, чтобы вывести свое понимание русской культуры на новый уровень. Я сделал все это, чтобы привнести мирные общественные изменения в важную мне страну. Но когда я столкнулся со взяточничеством со стороны некоторых преподавателей и руководства УУЗа, я решил закончить бакалавриат все же в Самарском университете и сдать все честно и своими силами, а не давать взятки через старость факультетов, за взятки за зачеты, тройку по экзамену или принудительные курсы с преподавателем по подготовке к экзамену. Когда я вернулся, я ощутил особенно сильно, насколько же все плохо в обыденной России, даже по сравнению с ее второй столицей. Насколько силен уровень коррупции, насколько ослаблено гражданское общество городов, насколько усиливается цензура и самоцензура, насколько унизительное существование вынуждено влачить большинство жителей России. Вы что-то намеревались сделать, чтобы им помочь? В то время начала набирать обороты предвыборная кампания Алексея Навального, и я после долгих дебатов с самим собой решил посвятить ей все свои силы в исключительно мирных целях. Почему после долгих дебатов с самим собой? Потому что я никогда не поддерживал цели и методы, штабов Навального полностью. Политическая кампания Навального никогда не совпадала с моими воззрениями на 100%, но на тот момент она была самым реальным шансом оказать мирное сопротивление путинскому режиму. Поэтому я и решил начать с ними сотрудничать как активист штаба. Это было мое первое участие в публичных общественных проектах. До этого я занимался ими только в одиночку и только в интернете, в просветительских целях. Я всегда очень настороженно относился к политике и политикам, поэтому моей мотивацией была скорее не победа Навального, а именно привнесение реальной продуктивной дискуссии и положительных общественных изменений. Продолжение следует...